Начинающие водители стали реже нарушать правила дорожного движения. Статистика показывает, что и ДТП с их участием стало намного меньше. Но автоинспекторы и преподаватели автошкол утверждают, еще есть над чем работать. Рассказывает Татьяна Бойко. С начала 2017-го в Муравленко произошло 17 аварий. За рулем автомобилей были молодые водители. В одном из этих ДТП его участники получили увечья. В прошлом году цифра была больше. За аналогичный период прошлого года произошло 21 дружно-транспортное происшествие без пострадавших. Также произошло два ДТП, в которых пострадали люди. В то же время наблюдается снижение нарушений правил дорожного движения среди молодых водителей. В 2016-м году произошло более 100 нарушений. В 2017-м порядка 70 правил нарушений. Но о значительных переменах говорить пока рано, утверждают в ГИБДД. К примеру, далеко не с первого раза курсанты автошкол сдают экзамены. Если с теорией проще, то практика сильно хромает. А ведь в автоинспекции за красивые глазки и трудолюбие права никто не выдаст. Начиная с момента, как человек переступил порог ГИБДД, пришел на теорию, и заканчивая тем, как он получит водительское удостоверение, все это хранится на видеоносителях. То есть вся информация хранится. И в случае совершения какого-то ДТП, либо какого-то проступка, вся информация поднимается о том, как человек сдавал экзамены, где сдавал. На все обращается внимание. Сотрудники автоинспекции низкий процент сдачи экзаменов не связывают с качеством обучения. К автошколам претензий нет. Они соблюдают предъявляемые к ним требования, которые в последние годы ужесточились. Вместе с тем, понимая проблему, многие школы, обучающие вождению, стараются найти пути ее решения. К примеру, учитывая, что возрастной состав курсантов молодеет, планируют активно использовать цифровой контент. То, насколько правильно этот контент будет использоваться, насколько он будет адаптирован к ситуации нашего города, насколько визуальный ряд будет соответствовать конкретной ситуации при приемке экзамена, на это стоит обратить внимание. Я думаю, это позволит нам изменить ситуацию. Чтобы снизить аварийность на дорогах, с участием молодых водителей в сентябре прошлого года ужесточили требования к приему экзаменов. Но, как показывает практика, этого недостаточно. Нужно менять что-то в подсознании начинающих автолюбителей. Ведь часто нарушают не от незнания правил, а от их откровенного пренебрежения. Я считаю, это происходит, ну, как бы, друг перед другом хвастаются. И в связи с этим нарушают правила. Вторая причина в том, что тот транспорт, на котором они ездят, автотранспорт, приобретен не ими в основном, а родители подарили. И как бы нет такой ответственности. Как изменится ситуация на дороге, покажет время ясно одно молодым водителям. Надо набираться не только опыта, но и учиться взаимоуважению. Татьяна Бойко, Сергей Шалафан. Новости Муравленко.